Доброе утро. Это Разница во времени. Короткие чайные новости от ttips.ru. Вот уже пару дней как главной чайной новостью во всех англоязычных лентах является запуск американской сессии у пончиковых Dunkin' линейки холодных слабоалкогольных чайных и кофейных напитков, которые будут называться Dunkin' Spiked. Кофейные напитки, их 4 вида, будут 6-градусными и поступят в продажу в сентябре. Чайные, их тоже 4-5-градусными, и вроде как уже продаются. Напитки предназначены только для розницы, в заведениях сети они подаваться не будут, из-за лицензионных ограничений, насколько я понимаю. Вообще, рынок слабоалкогольных чайных напитков, как газированных, так и нет, растет в США завидными темпами, по 25-30% в год. Надо понимать, конечно, что столь высокие темпы роста обусловлены в первую очередь тем, что рынок этот пока маленький. Но, тем не менее, высокие темпы роста всем нравятся и позволяют убедительно размахивать руками при объяснении, почему нужно срочно запускать свои такие напитки. Слабоалкогольные чайные напитки, напомню, называются хардти или бузити, и чаще всего представляют собой алкогольную версию Redditu Drink чая. Ну, то есть, состоят из воды, спирта, сахара, чая, вкуса ароматической композиции, чаще всего фруктовый или ягодный, ну и всех положенных в таких случаях красителей и консервантов. И бывают, повторюсь, как газированными, так и нет. Доминирует на этом рынке бренд Twisted Tea, в ассортименте которого в настоящее время представлено 11 разных чайно-слабоалкогольных напитков, и на долю которого приходится примерно 90% всех продаж такого своеобразного чая в США. И у которого, кстати, забавный мерч. Там даже ковбойская шляпа есть. Многим, конечно, хочется этот бренд на рынке потеснить, но пока не особо получается. Может, у Данкин Спайкет получится. На первый взгляд совершенно непонятно, на какого потребителя рассчитаны чайные, да и кофейные тоже слабоалкогольные напитки. Но если присмотреться, то становится ясно, что рассчитаны они на вкусовых инфантилов, которые пиво не любят, потому что оно не сладкое, и мама его пить не разрешала, и для которых делают сладкий сидр, не говоря уже о всяких коктейлях в банках. Я этих напитков не понимаю. Ready to drink чай понимаю, хоть и пью крайне редко. Грок понимаю и уважаю, хотя тоже пью крайне редко. А вот всю эту слабоалкогольную шнягу нет. Впрочем, мое мнение по этому поводу никого особо и не волнует. Ну и раз уж у нас сегодня день новостей о бакалочайных проектах. В Сургуте владелец пельменной гули-гули открывает чайные гули-були. Что уже на уровне формулировок, прекрасно, конечно. Но и по содержанию тоже ничего так. В гули-були всем желающим предлагают слоеный чай с агар-агаровыми кубиками. Выглядят эти напитки ярко и забавно, называются прикольно, типа Эх, Валера, Валера, и явно рассчитаны на тиражирование. Любопытно, что при позиционировании этих напитков коллеги из гули-були активно отстраиваются от Бабл-Ти. Ну, типа у нас не тапиок, а агар-агар, и не шарики, а кубики. Что сразу заставляет вспомнить проект Тифани, который тоже на первых порах демонстративно отстраивался от Бабл-Ти, подчеркивая, что использует в качестве наполнителей капсулы с соком и прочие смешные штуки. Тифани, активно развивавшийся при кинотеатрах, сильно пострадал от ковида, но полностью с рынка не ушел, и продолжает делать вид, что никаким Бабл-Ти не торгует, а напитки Бабл-Тишного формата называет молочными коктейлями, что по сути своей верно, конечно. Что же касается гули-були, то владелец этого проекта говорит, что своими напитками и заведениями собирается составить конкуренцию кофе и кофейням. Ну, проект только стартует, надо же ему о чем-то говорить. И это была Разница во времени. Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!